Друзья, всем доброе утро! Мы выходим из дома, мы еще в Ростове. Несем последние сумки, я уже сделал три ходки. Загружаемся, выбрасываем мусор и выезжаем со двора. Посмотрите, вчера был вечером ветер, у меня сегодня опять всю ночь. Машина стояла без сигнализации, потому что эти орехи, если честно, достали. Вот виновница всех бед, вся крыша усеяна. Вот такая колобаха падает, или вот это, орех жесткий. И все это звенит постоянно. По всем машинам так же, одна, другая, третья пищали. Я уже там с капота их сколько поснимал, здесь около стекол было тут горстями навалено. Сейчас отряхну и едем в путь. Выбираемся, друзья, еще по утреннему Ростову. Кругом на каждом светофоре пробочки. Общее нам время 568 километров ехать до Воронежа. Шесть с лишним часов там. Все, будем потихоньку выбираться, надо быть внимательным. Снимать пока не буду. Снимать пока не буду. Друзья, мы вон там по М4 ехали. Смотрю красивое озерцо. Ну правда, видите, ветрено. Думали, может остановиться здесь перекусить или передохнуть. Но проблема-то в том, что, видимо, прошли дожди. С виду это просто крепкая земля. Но машина проваливается в нее. Посмотрите на колеса. Просто все в глине замылилось. Я не знаю, как мы будем обратно подниматься. Там горка крутая, она вся в этой глине. Не дай бог здесь встрять, блин. Это жопа будет. Вот так вот вроде бы ничего, да, земля нормальная. Но машина вот, блин, едет, ее возят вот с стороны в сторону. Просто глинище. А там такой черноземный подъем. Я не знаю. Дай бог, с божьей помощью доберемся. Так, будем пытаться уезжать отсюда. Смотрите, что творится. На колесах что творится. Просто замылилось все. Так, самый трудный участок сейчас будет. Моя мать не приходит. Наверное. Мои друзья, неужели забрались их? Я уж думал, все. Ну, слава богу. Молодец наш джипчик. Вытащил нас. Все, слава богу. Я уж думал, все, блин, не заедем. Машину перепачкали, пипец. Да, что-то надо мойку искать. А? Мойку искать. Сейчас остановлюсь, покажу. Покажу, как машину уделали. Заехали, блин. Ну, ладно, тут ничего. Более-менее на крыльях тока. Колеса сейчас на дороге очистятся. Офигеть. Была чистая машина. Вон надолго висят. Надо какую-то мойку будет заезжать. Вот такая ловушка, друзья. Вниз спустились. А там глина такая. Так что, друзья, в Черноземье такая опасная штука. С виду все крепко, сухо. А внизу просто глинище такая, блин. Как-то повезло, что мы выехали. Я отключил систему стабилизации, включил полный привод. И на второй передаче, блин, газку побольше. Крутя рулем, потому что машину сносит там то влево, то вправо. Но ничего, выбрались нормально. С колес сейчас на дороге все это облетит. Но если будет дождь по пути, все это дождем, в принципе, само смоется. Особенно подкрылки, там брызговики. Там такие висят башмаки, блин. Остановились, друзья, на платной дороге. Мы находимся. Это мы в Воронежской области. Вот метрище, видите сами, да? Поодевали мы уже кофты. 14 градусов, ветер холодный. Так что все, приезжаем в нашу обычную погоду. Мы сейчас тут сходим в туалет. Руки помоем. Я хочу по яблочку достал. Помоем по яблочку, перекусим в дороге. Осталось нам 180 километров. Если что-то попадется покушать, покушаем в дороге. Если нет, то через 2 часа, дай бог, доберемся до квартиры. Уже покушаем там. Продолжение следует... А, хорошо, друзья, Наташа говорит, не заходи в комнату, я переодеваюсь. Значит, мы уже в Воронеже, значит, квартира, не удивляйтесь, очень простецкая, супер простецкая, наподобие первой, которая у нас была в Тамбове. Там, правда, отличался тем, что дом старый, здесь дом на ворот новый, новый микрорайон, новые постройки, но здесь, видимо, как ее получили или чего, ничего такого не переделывали, видите, что было положено, тут плита, линолеум, ну, нормально, ничего, самое главное, тут тепло, батареи топит, ну, вот, батареи уже чуть-чуть теплые, но в квартире тепло. Там лоджия, на которой что-то сохнет, стирается, мы даже выходить туда не будем, нам на одну ночь, сейчас поставили еду, сварим картошечки, сходили в магазин, взяли сардельки, у нас есть помидоры из Адыгеи, у нас есть там закуска, это каково, лечо, там всякое такое, в общем, хлеба купили, наутро купили, воды купили, в общем, все, что это, покушаем, будем сегодня здесь отдыхать, посмотрим телевизор, завтра рано выезжаем отсюда. Наташа, ты там как, переоделась? Это у нас коридор здесь, ванны, туалет вот такие, все самое простецкое, вот, ванная какая была, наверное, бесплатная, бойлер электрический, я иду. Ну и комната, постель, самое главное, чтобы чистая постель была нормальная, все, телевизор, вай-фай, шкаф, все, третий этаж, третий этаж, машина, вот моя стоит под фонарем, как раз здесь, с местом тоже не шибко, здесь немножко поездил, за углом, а, под нами прямо магазин Пятерочка, удобно, прямо-прямо под нами, вот, на первом этаже, видите, здесь такой район новостройки, как он, Наташ, называется, Боровичи, как нет, Бора, Боровик какой-то, в общем, в сплатной трассе съезжаешь, указатель, вот прямо вот трасса М4 Дон, вот там вот, 500 метров отсюда, и, в общем, здесь такой вот район, вот, новостройки, наш дом почти такой же, вроде бы, снаружи выглядит, здесь какой-то парк, ну, мы никуда ничего не пойдем, на улице ветрище, 13 градусов, резко похолодало, после вчерашнего 27 градусов в Ростове, сегодня, конечно, от ас, надо уже привыкать к такому, все, друзья, на этом, наверное, проворонишь все, будем кушать, будем отдыхать, завтра утром раненько, часов в 7-8, наверное, выезжаем, а куда, посмотрите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok